Трудные места с библейским порталом экзегет В то время вместе с коллегами мы подготовили сборник Павлова послания, комментированное издание Меня удивило, что большинство вопросов, которые вы прислали, и вы можете продолжать их присылать на портал экзегет Больше всего было по первому посланию к фессалоникийцам Вроде бы не самое трудное, не самое значительное Но почитав, я действительно понял, что вопросов много Начнем с самого начала То, что пришло Непрестанно, пометуя ваше дело веры и труд любви, терпение и упование на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих, синодальный перевод, наиболее известный Вопрос, означает ли терпение и упование именно терпение своего Христа? В чем источник силы Солонин с терпением творить дело веры и труд любви к ближнему? Я не апостол Павел, поэтому мне очень трудно говорить, что это конкретно означает Но попробовать можно, потому что все-таки у нас есть контекст и все остальное Звучит как поэзия, правда? К сожалению, иногда русские буквальные переводы теряют эту поэтичность И человек, который слегка знаком с древнегреческим языком, сразу видит, что здесь очень много существительных в родительном падеже И есть разные способы толкования таких мест Вот иногда выбирают отдельные существительные и начинают их описывать Вот это существительное означает то, а следующее, то, а следующее это И как будто между ними такие заборы, так как на дачном участке у каждого шесть соток И к соседу не залезай На самом деле, конечно, нет Это такая очень сложная длинная конструкция, причем это в самом начале Павел приветствует своих адресатов К фессалоникийцам он обращается неожиданно мягко Очень часто он ругает Галатов, например, как он ругает А с фессалоникийцами у него, видимо, гораздо больше взаимопонимания сложилось И поэтому он их очень хвалит в самом начале Да, вот не авансом, а, видимо, за какие-то их действительно качества, достоинства, достижения, которые у них есть И он перечисляет сразу все То есть мы можем выхватить одно слово Вот здесь был вопрос про терпение упования Буквальный перевод Ну и по-гречески это гипомонет и сальпидос Гипомонет, да, это терпение, но терпение не в смысле Стиснул зубы и давай, вперед А скорее состояние, когда человек готов подождать А когда он не торопится И с надеждой это очень хорошо связано Вот что такое надежда? Ну, когда в нашей жизни есть смысл Вот вообще все не очень хорошо, правда? Вот у меня, у вас, вокруг, в стране, в мире Я не знаю, что будет, когда вы будете смотреть эту передачу Я знаю, что сегодня есть, да, вот в моей жизни, в окружающем мире Какие новости передавали там много мрачного Ой, как с этим жить? Но ведь не это главное, да Вот, ну, кто-то скажет, солнышко там Любовь, дружба, дети, родные, близкие, коллеги Не знаю, что-то еще у кого-то хорошее есть Но этого как-то не хватает Смысл же не в этом, не в солнышке Не в приятной вечеринке Не в шашлычках на даче, да Смысл в чем-то другом Вот, мне кажется, Павел об этом здесь и говорит Он говорит, что христианство дает человеку надежду Вот в ситуации абсолютной безнадежности Ну, а что у них в Римской империи первого века сильно было лучше? Воины с варварами жестокие И довольно некомпетентные правители Какой-нибудь нейрон, это вообще кошмар его Даже римские историки сразу, в общем-то, оценили Как кошмар, ужас Как что-то абсолютно немыслимое Во главе такого государства Войны, которые периодически возникают на окраинах Даже и между гражданами Римской империи Такие маленькие, локальные, да Они, говоря уже о личных огорчениях Но не в этом главное И вот эта надежда дает терпение Терпение не в смысле Вот знаете, как терпение своего креста Я не знаю, что он имел в виду человек, который прислал этот вопрос Очень часто несение своего креста понимают Действительно, вот стисни зубы и терпи Ну, да, когда человек нес в Римской империи перекладину На которую его потом будут распинать На место казни, конечно Стиснуть зубы и терпеть Это единственный, наверное, способ с этим справиться И Христос через это прошел Но обычно мы под своим крестом понимаем Вот именно эти обстоятельства жизни Со здоровьем не все очень хорошо В семье неладно, на работе не так В стране все тоже не здорово Ну и мы это терпим, стиснув зубы Но это не крест Потому что крестом все-таки Называется орудие казни Лично твое Вот ты свой несешь крест Не просто, что вокруг тебя там Черствые неблагодарные люди и все такое прочее А вот лично ты говоришь, да, меня сейчас убьют И я против этого не возражаю Это громкие слова Если мы их применяем каким-то своим жизненным неудобством Но вот терпеть, как ожидать Не как стискивать зубы С ненавистью, злобой, бессильной яростью Но как ожидать Ну ладно, ну сейчас Ну как в школе, да, вот Последний учебный день А завтра каникулы А завтра на речку побежим Да, будем там купаться, футбол гонять Вот это, да Вот последний день Ну скучно, ну грустно Ну двойки Ну и в этом что-то можно найти хорошее А главное, что есть впереди некоторая надежда И Павел не случайно об этом говорит в самом начале послания Если этого нет, все остальное, ну не сработает Ну можно, конечно, стиснуть зубы Можно, конечно, исполнять, потому что положено Надолго ли хватает? Обычно ненадолго Если есть вот это ключевое слово надежда Мне кажется, что есть и все остальное Может, по крайней мере, появиться Ну а то, что можно это переводить разными способами Ну вот, наверное, я сейчас прочитаю свой собственный перевод Вот он тоже издан И в нем я сделал следующую вещь Как я часто делаю в этом своем переводе Я разворачиваю существительные в глаголы Потому что по-гречески действительно Целый ряд существительных — это тяжело Но за каждым таким существительным Стоит некий глагол, как описание действия Мы всегда помним о том, что вы делаете ради веры Как трудитесь ради любви Как терпеливо надеетесь на Господа нашего Иисуса Христа Перед Богом и Отцом вашим Я бы обратил ваше внимание Что здесь терпение не само по себе Здесь триада веры, надежды, любовь Которые идут вместе И если нет веры, тогда непонятно, на чем основана надежда Если нет любви, то это терпение, оно скорее злобное и яростное Но если нет надежды, то вера и любовь человека не радуют Ну я верю, допустим, что есть Бог Ну или я верю, что на Марсе, скажем, есть жизнь, нет жизни В общем-то мне все равно Какие-то бактерии там появились или не появились в свое время Нет, все равно меня это не радует Но если есть надежда, это то, что связывает мою веру С моей личной судьбой, с судьбой тех, кто мне дорог, с судьбой этого мира И это дает мне некоторое утешение, когда я вижу, что все плохо Что вы делаете ради веры, как трудитесь ради любви, как терпеливо надеетесь То есть смотрите, здесь три действия И два из них связаны с активным деланием Труд и делание названы То есть он не хвалит фессалоникийцев за то, что они уныло сидят и думают Ну ничего, ничего, подождем, потом помрем, будем в раю Очень часто христианство изображается примерно так Большевики его так изображали Это такое орудие угнетения Вы потерпите, трудящиеся вас, капиталисты, угнетают Но вы помрете, и все будет хорошо Так говорят якобы христиане трудящимся И это их заставляет подвергаться эксплуатации добровольно Абсолютно нет имеет в виду здесь Павел И не только здесь, и не только Павел Но вера — это делание Любовь — это труд Это активное действие в этом мире Но это действие встречает противодействие Это действие сталкивается со множеством ограничений Начиная с наших собственных ограничений по здоровью По, в конце концов, греховности каждого человека Но не все получается Даже когда от чистого сердца вроде бы берешься за труд Не все удается, как хочешь Не все увенчивается успехом Но надежда — это то, что и это покрывает То, что дает возможность понять Допустим, здесь и сейчас мои труды не принесли большого результата Павел странствовал Сколько у него было проблем с разными иудейскими общинами С разными языческими властями Вообще с разными людьми Многих ли он обратил? Ну, мы скажем, много, наверное, тысячи людей А население Римской империи — десятки миллионов Что это? Это капля в море Павел, ты никогда не обратишь всех Ты умрешь гораздо раньше, что и произошло Но есть надежда Что эти семена, брошенные в почву, дадут всходы Они дали эти всходы И мне кажется, это еще про то, что наш труд Он не столько ради результата грамота передовика Вот дадут тебе, ты там произвел какой-то потрясающий результат Повесь на стеночку, молодец А во многом ради надежды Я надеюсь, что то, что я делаю То, что делают другие люди, не исчезнет Даже пусть пока результаты скромные Даже пусть они не всегда мне видны Но это какое-то семя, которое будет брошено Поэтому мне кажется, что Павел, говоря о терпении Имеет в виду, прежде всего, терпение Как активное действие с прицелом на дальний результат Которого в этой жизни ты, может быть, никогда и не увидишь В этом контексте Ну и, конечно же, христианская надежда Это надежда на спасение в вечности Да, это, безусловно, ее основной смысл И он, конечно же, тоже здесь имеется в виду Внеси свой вклад, оцени, подпишись И поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!